Здравствуйте, друзья мои! Наш великий светоносный пасхальный старец Серафим Саровский. Каждому приходящий к нему человеку говорил одни и те же слова «Радость моя, Христос воскресе!» Сколько правды в этом приветствии, сколько истинного чутья человеческого любящего сердца, старца. Ведь он приветствовал этим пасхальным призывом людей круглый год. Для него, для старца Серафима, Пасха была каждый день. Каждый день Пасха. Ведь на самом деле, каждая литургия — это событие Пасхи. И можно так сказать, что Пасха есть стержень нашей христианской жизни, нашего церковного опыта. Даже перефразируя слова евангелиста, я бы даже посмел сказать «вначале была Пасха». Вот так. «Вначале была Пасха». Все началось с Пасхи. Все живет Пасхой. И все к Пасхе стремится. Это формула церковной истории. Формула нашего церковного бытия. Но как мы мыслим Пасху? Что это такое для нас? Ведь я знаю много людей, моих близких, приятелей, друзей, которые пришли к церкви, пережив пасхальный опыт. Самый настоящий пасхальный опыт, когда они побывали на пасхальном богослужении, например. Или просто однажды вошли в церковь, застали богослужение, литургию, и уже больше никогда не смогли жить иначе, в другой жизни. Обращение к Богу, обретение веры — это всегда опыт Пасхи. Именно поэтому я говорю, что Пасха есть альфа и омега церковного опыта. Если человек обрел Бога, значит, он пережил Пасху, таинство воскресения, таинство встречи со Христом. Ведь вспомните апостола Павла на Дамасской дороге, книгу «Деяния апостольских». Ведь апостол Павел, пересказывавший своим друзьям события обращения, рассказывавший, как он человек, который из ревности не по разуму взял у первосвященников грамоты арестовывать, мучить, допрашивать христиан, шел в Дамаск, кипя планами мести, преследованием. И вот ему на дороге в Дамаск является свет Христов, ослепляет его и говорит «Савву, что ты гонишь меня?» «Кто ты, Господи?» — говорит апостол, будущий апостол. «Я Христос, которого ты гонишь, жестоко тебе против вражну прати». Так звучит ответ Христа на славянском языке. «Трудно тебе идти против вражна». И вот апостол Павел, а тогда еще просто «саввл», ослеп и обрел веру, и ослеп и прозрел, и слепым увидел Господа. И своим ученикам он всегда говорил, что он видел воскресшего Христа. Вот каждый из нас, обретя веру, он обязательно встретил воскресшего Христа. Пусть это будет богослужение, рассказ о жизни святого, может быть, даже роман. Я знал одного монаха Оптиной Пустыни, который пришел к вере, читая Достоевского. Роман «Братья Карамазовы». Он так подействовал на него, что человек просто не смог жить уже другой жизнью. Он стал искать Бога, потому что он его уже обрел. Он его уже увидел, встретил. И жизни своей не представлял он дальше. Она потеряла всякий смысл без Бога. И он пришел в церковь, потом стал монахом, священником и сейчас служит в Оптиной Пустыне. И вот, друзья мои, вспомните даже житие Амроси Оптинского, который принял решение пойти в монастырь, созерцая природу, услышав журчание ручейка. Воскресшего Христа были люди, которые обращались к Богу, встречали воскресшего Христа. В звуках музыки, среди страдания, среди большой радости. В самой сердцевине любви или дружбы, такой высокой взволнованности, обретали Бога, находили воскресшего Христа. Но слово Пасха, наше слово Пасха, название праздника происходит от греческого глагола, который значит «страдаю», «страдание». Почему так назвали этот праздник? Светоносный, радостный, праздник, который утешает, который наполняет смыслом нашу жизнь. Потому что древние христиане не мыслили Пасху однобока, так как иногда мы себе представляем это восторг, торжество, беготня по церкви, крики, освящение куличей, праздничная трапеза. Нет, это только часть Пасхи. Древние христиане говорили, что Пасха — это Пасха крестная и Пасха воскресения в их двуединстве. Для древних христиан Пасха начиналась в первый день Страстной Седмицы. Подумайте только, для нас это последняя Седмица Поста, вот как исказилось церковное сознание. А для первых христиан это первый день Пасхи, понедельник Страстной Седмицы. Почему? Потому что Пасха в единстве страдания и одоления смерти. Пасха в единстве креста и воскресения. Для нас это очень важное откровение, забытое сейчас, потому что мы не помним этот пасхальный крестный путь Христа. И поэтому наше христианство розовое, конфетное, слащавое, притерное, ненастоящее. В нем нет подлинности именно потому, что мы забыли, что Пасха в двуединстве креста и воскресения. Потому что Христос, преломлявший хлеб своим ученикам и дававший один из этих благословенных кусков хлеба, Иуде, совершал Пасху. Христос, молившийся в Гессиманском саду, это Пасха. Христос, преданный своим учеником, это Пасха. Христос, приведенный на несправедливое судилище Каиафы и Анны, это Пасха. Христос, избиваемый, поругаемый римскими воинами, это Пасха. Христос, прибываемый ко кресту, это Пасха. Умирающий от жажды, задыхавшийся Христос, это тоже Пасха. Снятый со Христа, убитый, оплеванный, забытый, это тоже Пасха. Погребенный в пещере Иосифа Римофейского, это тоже Пасха. Но и воскресший Христос, это Пасха. Христос, которого увидели ученицы, которого искали апостолы, который явился в Фоме и позволивший ему положить свои персты в раны, это тоже Пасха. Христос, который в воскресшем в новом виде явился Луке и Клеопе по дороге в Имаус. Вот Пасха. Христос, который с тех пор, с тех далеких пор евангельских, ходит по нашей земельке, благословляет ее, страдает вместе с этой землей, вместе с нами, и радуется жизни, и поддерживает падающего, исцеляющий больного, плачущий со страдающим. Это Пасха. Сказать «Христос воскресе» — это то же самое, что сказать «все будет хорошо». И мы внутри своего сердца очень хорошо знаем, друзья мои, что все обязательно будет хорошо, все закончится хорошо, потому что душа по природе христианка, а значит, она по природе чутка к евангельскому благовестию того, что Христос воскресе, и все закончится хорошо, и все будет непременно хорошо, какие бы горести над нами не вели, что бы с нами ни случилось. Какую бы чашу страданий нам, нашим близким, нашим потомкам, нашим друзьям, любимым не довелось выпить, она все равно имеет дно, эта чаша страданий. Все равно заканчивается однажды Пасха крестная, всегда заканчивается Пасха и воскресенье. Только нужно пережить этот крест. И без креста нету воскресенья. И мы внутри своего сердца очень четко осознаем, эхом у нас отдается. Христос воскресе, все будет хорошо, потому что Пасха неизбежна. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...